Электробайки форм-фактора CityCoco это большие самокаты на очень широких колесах, за счет которых у них отличное сцепление с дорогой. В последнее время большинство продавцов делают упор на полноприводные версии, аргументируя это тем, что такой байк будет более мощный, более быстрый и более проходимый. Это приводит к тому, что наши покупатели все чаще спрашивают именно полноприводные модели, так как опасаются, что версии с задним приводом будут иметь слабую динамику, не зайдет под крутую горку, застранит в песке и так далее. Мы на практике покажем вам сравнение полноприводной модели с нашей мощной заднеприводной при различных условиях. Полноприводная версия с завода имеет два мотора в колесных дисках радиусом 8, либо 10 дюймов, и китайцы заявляют, что мощность каждого по 2 кВт, то есть 4 кВт суммарно. Для сравнения мы используем полноприводный байк с названием CityCoco Connect 2, который у нас в предыдущем видео ездил под водой. Модель с задним приводом у нас называется CityCoco Long Range Performance. Его заявленная мощность 3 кВт. Логично, что 4 кВт больше, чем 3 кВт, и нет смысла их даже сравнивать. Но здесь есть подвох, ведь не всегда заявленная заводом мощность соответствует номинальной. Начнем мы с проверки динамики разгона и заезда под горку. Угол наклона, выбранный нами горки, 11 градусов или 20%. 3 кВт мощности, заявленной в модели Long Range Performance, является номинальной для мотора и контроллера. Долговременно они могут работать на 6 кВт. Пиковая подается 17 кВт мощности. Фазный ток 400 А. В полноприводной версии заявленная мощность мотора в 4 кВт является не номинальной, а долговременной. Пиковая с завода 5 кВт. Мы подняли это значение до 7 кВт. Общий фазный ток около 350 А. Это максимум, что можно подать суммарно в эти два двигателя. Мы добавили нагрузки заднеприводному Long Range, но вес пассажиров визуально вообще не влияет. Он также стремительно уходит вперед от полноприводного. С динамикой понятно, а как насчет сравнения крутящего момента и возможности заехать на более крутую горку? Для испытаний берем очень крутую горку с уклоном 20 градусов или 37%. Ссылка на калькулятор перевода в проценты и на оборот в описании видео. С одним человеком полноприводный CityCoco может заехать. Пробуем остановиться и стартануть посередине горки. Тоже может заехать, но из-за отсутствия плавного старта переднее колесо мгновенно набирает обороты и буксует. Добавим второго пассажира. Останавливается на середине горки, так как не хватает крутящего момента заднего колеса. А переднее колесо тут особо помочь не может, ведь оно не пригружено и нет сцепления с асфальтом. Возможно, проблема в тракторных покрышках? Берем второй полноприводный байк и пробуем, но лучше не стало. CityCoco Long Range Performance в предыдущих видео уже заезжал на эту горку. Легко, с двумя пассажирами. В этой модели мы поставили векторный контроллер, который имеет возможность плавного старта. Потому этот байк не буксует и не перекидывается в таких испытаниях. Плавно переходим к бездорожью. Вот есть еще не менее крутая горка, но уже без асфальта. Сюда заезжал наш трицикл. Заедет ли на нее заднеприводный Long Range Performance? Ведь он не имеет не только второго мотора, но и такой грубой тракторной резины, как Connect 2. Было сомнительно, что заедет. По влажной траве колесо должно было сразу забуксовать, но он вполне нормально поднялся на самый верх. Скорее всего, это заслуга плавного старта контроллера и навыки водителя. Устроим теперь гонку. Полноприводный CityCoco Connect 2 быстрее зацепился со старта по влажной траве. Но в более крутом участке ему не хватило крутящего момента заднего колеса. Передняя при этом просто буксовала. Пришлось освободить весовую нагрузку на заднюю часть и отталкиваться ногами, чтобы выехать. Сравниваем старт с места в песке. Оказывается, более высокая мощность лишь на одном заднем колесе может давать преимущество при таком разгоне, пусть даже с сильной пробуксовкой. Протектора заднеприводной модели достаточно для хорошего зацепа в песке. После проведения нескольких таких заездов меряем температуру моторов. Это просто сравнительное измерение. Внутри двигателя температура выше, чем на крышке примерно до 50 градусов. Задний мотор полноприводной версии нагрелся на 19 градусов больше. Передний мы не меряем, он сильно не греется. Теперь мы устроили ралли. Маршрут по лесной песчаной трассе продолжительностью 20 километров. Выигрывает тот байк, который первым пройдет эту дистанцию. Если у байка сядут аккумуляторы или отключится двигатель от перегрева, он проигрывает. Аккумуляторы обоих байков заряжены полностью. Просто выкрутить ручку и ехать на максимум по таким дорогам слишком опасно. Потому мы едем с одинаковой средней скоростью, периодически пропуская друг друга вперед. Максимально разгоняемся до 50 километров в час. В глубоком песке или на подъемах в горку приходится выкручивать ручку акселератора на полную, чтобы заехать. В таком режиме Long Range Performance берет до 17 киловатт, тогда как Connect 2 до 7 киловатта. В таких режимах КПД, конечно, может быть очень низким, лишняя мощность уходит в нагрев мотора. Тем не менее, вызывает удивление тот факт, что греется мотор заднеприводного Long Range при этом меньше. Так вот, это ралли дает нам возможность сравнить КПД моторов и контроллеров у этих двух электроскутеров. Понятие КПД сильно связано с номинальной мощностью. При движении 40-45 километров в час по такой дороге ваттметр Long Range Performance показывает потребление около 3 киловатт, что является его честной номинальной мощностью. Следовательно, в таком режиме он греться не должен и его КПД будет максимальным, около 90%. Connect 2 ваттметра не имеет, потому сделаем сравнение и выводы в конце гонки. А пока поделимся опытом от процесса езды в таких условиях. Местами приходится отталкиваться ногами, чтобы ровнять равновесие. Обязательно одевайте плотную обувь вашего размера и хорошо ее зашнуруйте. Один из водителей одел кроссовки на размер больше и в процессе отталкивания кроссовок слез с ноги, что привело к мгновенному падению. Но ничего страшного, ведь падение на песок абсолютно безболезненное. Полноприводный байк не доехал до конца маршрута, сели аккумуляторы. У заднеприводного CityCoco Long Range Performance осталось примерно треть заряда. Однозначно он выиграл эту гонку. Мы взяли с него один из аккумуляторов, чтобы поставить в полноприводный байк, и оба участники смогли доехать до финиша. Почему же так произошло, что имея меньшей пиковой мощности, полноприводный байк съел больше заряда? Даже не пользуясь ваттметром, мы получили ответ на этот вопрос. Через пару километров езды по легкой грунтовой дороге мы добрались до финиша и сравнили показания заряда аккумулятора. Было по 73 вольта, на каждом байке осталось по 72,3 и 71,6. Заднеприводная модель оказалась значительно экономичнее в режиме езды при потреблении около 3 кВт. Это на практике подтверждает, что номинальная мощность суммарно обоих моторов полноприводной версии ниже 3 кВт. Также этот байк снова нагрелся сильнее. Когда мощность, подаваемая в моторы, превышает номинальную, то снижается КПД и лишняя энергия идет в нагрев. Делаем выводы. Покупая электробайк форм-фактора CityCoco у нас, вы можете спокойно выбирать модель Long Range Performance и не думать, что вы чем-то обделены. Он имеет наилучшую динамику разгона, крутящий момент и самую высокую максимальную скорость. При этом есть плавный старт и надежность электрических компонентов на очень высоком уровне. Как мы увидели, даже при езде по бездорожью, вряд ли он чем-то уступает полноприводному Connect 2. Нужно вам ездить зимой? Можно и на заднее колесо Long Range цепи одеть, когда снег выпадет. Мы все равно будем продавать полноприводные Connect 2, хоть они имеют попроще комплектующие и меньше мощности, но и цена ниже. В Китае на заводах CityCoco с такими мощными моторами и контроллерами, как Long Range Performance, не делают. Мы на разных заводах закупаем лучшие по качеству запчасти и собираем его в Украине самостоятельно. Нужно это учитывать, если вы по каким-то причинам хотите купить CityCoco не у нас, а в других магазинах. Ведь никакие магазины больше не занимаются локальной сборкой и модернизацией таких электробайков. Потому в данном случае полноприводные версии CityCoco – это потолок мощности, на который вы сможете рассчитывать. И то в полноприводной модели мы увеличили мощность в полтора раза, потому стандартно возможности таких байков будут ниже. Также с завода нет никакой защиты от перегрева и двигатель при больших нагрузках может сгореть. Мы устанавливаем термодатчик в двигатель каждого электробайка. Поэтому, покупая байк у нас, вы можете грузить его как угодно, без опасений. Почему китайцы не ставят с завода мощные моторы и контроллеры на CityCoco? Почему им легче поставить два бюджетных мотора? Кроме этого, нам задают огромное количество вопросов, например, что такое бесколлекторный двигатель? Почему двигатель греется? А также, как проверить мощность своего двигателя? А также, что такое фазный ток, типы контроллеров и от чего зависит крутящий момент? Мы уже готовим новое видео о моторах и контроллерах, чтобы вам максимально детально все показать и рассказать. Так что, если у вас есть какие-то вопросы по этой теме, пишите в комментариях, и мы обязательно об этом тоже расскажем в новом видео. Продолжение следует...